Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о новой консоли Xbox One, о том, что Sony пропустит E3 и остальных не менее интересных событиях прошедшей недели. Погнали! Начнем, пожалуй, не с очень важного и не с самого приятного. Да, все-таки Sunset Overdrive слили в Steam и стоит он там всего 500 рублей. Анонс должен был состояться еще на Xbox Inside, но почему-то данное событие решили не вставлять в шоу. Видимо, не хотели сильно оглашать это при фанатах Xbox, так как игра все-таки являлась эксклюзивом. Кстати, игру делали разрабы, которые делали нового Человека-паука для PS4 и все-таки очень надеюсь, что Человека-паука в далеком будущем настигнет такая же участь и все игроки других платформ смогут опробовать нового пучка. Хочу опять затронуть тему эксклюзивности и высказать свое мнение. Мне абсолютно все равно, выходит игра только на Xbox One или нет. Мне во всей этой ситуации, а именно с эксклюзивами Xbox, не нравится факт обмана. А именно то, что сначала нам твердили, что это эксклюзив, даже не временный, а потом все слили на комп. Как по мне, это неправильно, и если вы уж анонсировали его как экс, вы должны его так и оставить, ибо тогда вы тупо всех обманули. Но зато за счет хорошей стартовой линейки они лишь привлекли внимание к своей консоли, ибо без таких игр возможно, что Хуан купил бы еще меньше людей, так как мало кто понял истинный смысл этой замечательной консоли. Короче, это просто маркетинг, ребят. Кстати, о консоли. Xbox One получил официальную поддержку клавиатуры и мыши, и теперь во всей игре, которые представлены на экране, можно будет поиграть при помощи устройств от ПК. Клавиатуру можно присоединить абсолютно любую, но играть можно будет только в определенные игры. В будущем разработчики будут сами решать, добавлять возможность клавиатуры и мыши или нет. А как вы относитесь к этой возможности? Опрос сейчас у вас в верхнем правом углу, поэтому голосуйте. Если что, функция уже доступная, поэтому вы можете ее протестировать. Также из новых фич стала доступна корзина и список желаемого в Microsoft Store. Но если не ошибаясь, то не у всех игроков. И тут я расскажу историю. На прошлой неделе умельцы нашли баг в системе, который позволял купить игры по 20 и 50 рублей. Да, люди реально успели купить хорошие игры по такой маленькой цене. Кто-то урвал Forza 4, кто-то State of Decay 2, кто-то и Тени Мордора. В общем, кто-то быстро сориентировался. Способ заключался именно с использованием корзины и бага Store, а именно использование игры, в которых отображалась неправильная цена в долларах. И при этом 1 доллар равнялся 1 рублю. То есть максимальная стоимость игры достигала всего 70 рублей. Любители халявы этим воспользовались и поделились способом с остальными. Но Павлика Морозова ждать долго не пришлось. И кто-то, смотря на все это, обратился в техподдержку и, как говорится по-русски, настучал. Лавочку вроде как прикрыли, но некоторые пользователи все равно успели использовать этот баг, и таких пользователей довольно много. Поддержка об этом уже в курсе, поэтому что светит этим халявщикам пока неизвестно. Но думаю, что в лучшем случае просто заберут игры. И мой вам совет в таких ситуациях. Будьте честны и не пользуйтесь такими хитростями. Вы себе и нервы сбережете, и избежите возможных санкций. Не знаю как вам, но лично мне очень дорог мой аккаунт, и если его забанят из-за халявы, мне будет ну невероятно обидно. Так как за счет экономии я потеряю все то, что купил честно, и этого у меня очень много. Поэтому я и покупаю все, что хочу всегда официально, и никогда не пользуюсь такими хитростями. А в этом случае большинство игр, которые можно было купить за такую маленькую цену, были игры, которые и так были в Xbox Game Pass. Казалось бы, ну для чего вам эти игры, в которые вы и так можете за 30 рублей в месяц поиграть? Ну а русский народ любит халяву, и его при таких случаях не остановить. Идем дальше. Sony объявила, что у нее не будет конференции на E3 2019. Да, это первый случай, когда японцы пропустят данные события. С чем это связано, никто не знает, и поэтому лишь гадают. Не хочу оставаться в стороне, и поделюсь своими мыслями на этот счет. Думаю, что Sony просто начали активно заниматься новым поколением, и срок актуальности PlayStation 4 подходит к концу. И возможно, что у Sony реально больше не осталось новых проектов для PlayStation 4. Но зато на своем собственном шоу, которое пройдет зимой следующего года, японцы уже могут представить в свет консоль нового поколения. Поэтому, на мой взгляд, пропуск E3 2019 связан со сроками анонса новой консоли, чтобы все успеть и создать более большой ажиотаж. Sony, думаю, решила просто выждать и хорошо подготовиться. Не отходя от темы E3. Кстати, Майки сразу же после новости о Sony решили успокоить своих фанатов в тем, что им будет что показать. И они ни в коем случае не пропустят данное шоу. Поэтому будем ждать. И самое горячее, как всегда, напоследок. В сети вновь появилась информация о новой консоли Xbox без привода. И, скорее всего, ей станет новая версия Xbox One, которая, по слухам, выйдет ближайшей весной. То есть, консоль будет еще меньше, чем S-версия, и, естественно, будет меньше стоить за счет отсутствия привода. Многие спросят, а есть ли у меня все игры на дисках, что делать? На этот счет, Майки, конечно же, не в России. Обзаведутся новым сервисом, который будет менять диски на цифровые коды. И проблема обойдет таких игроков стороной. На этот счет хочу сказать, что идея очень клевая. И не будь у меня S-версией, я, скорее всего, бы ее приобрел. Так как мало того, что она будет компактнее, так еще и дешевой. И, как по мне, это отличная возможность опробовать консоль Xbox с тем, кто еще не сделал за счет своего бюджета. Это будет просто невероятно дешевая консоль, если учитывать все подписки. Добавок ко всему, нельзя забывать, что Майкрософт усердно трудится над консолью нового поколения. И за счет успеха новой версии Xbox One без привода, она задумается над такой версией и в новом поколении. Не знаю, как вы, но я, скорее всего, бы приобрел консоль нового поколения без привода. Так как это будет дешевле, да и в приводе я особо не нуждаюсь. И на этом у меня все. Вот такие новости, друзья. Если понравилось видео, обязательно поставь палец вверх, подпишись на канал и поделись этим видео со своими друзьями. Ну, мало ли они что-то пропустили из новостей. Также не забывай писать свое мнение в комментариях, что вы думаете о клавиатуре мыши, о новой консоли и о сливе Sunset на ПК. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч.